Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Ирина Кузина. Это программа «Тема дня». Сегодня у нас в студии снова президент Нотариальной палаты Тверской области Денис Александрович Ефимов. Денис Александрович, мы снова с вами встречаемся. И вот почему настолько актуальна тема развития и Нотариальной палаты, и Нотариата. И мы с вами говорили о том, что в эти дни вы отмечаете 156-летие Нотариата. И почему именно это выбрано датой? Насколько важна сегодня эта профессия? Давайте расскажем нашим дорогим жителям Тверской области. Да, действительно. Сегодня наш праздник, День Нотариата. С одной стороны, праздник этот молодой. Указ президента был подписан чуть немного более чем 6 лет назад. И он установил, что отмечать 26 апреля День Нотариата. С другой стороны, положение о Нотариальной части, которое сформировало именно Нотариат как институт самостоятельный, оно появилось еще в 19 веке. В период Великих реформ, которые проводил император Александр II, 26 апреля, соответственно, по старому стилю, это 14 апреля, было подписано положение о Нотариальной части. Соответственно, в тот период было очень много реформ. И это была одна из них, которая, наверное, заложила правовые основы юриспруденции в тот период еще в Российской империи. И, собственно, в преддверии праздника мне бы хотелось бы поздравить наших коллег с профессиональным праздником и пожелать их, в первую очередь, профессиональных успехов, творческих успехов, естественно, здоровья всем нам, нашим близким. Вообще здоровье, наверное, не помешает, соответственно, никому. С праздником, мои дорогие коллеги! Вы в программе «Прямой эфир» говорили о том, что все больше уделяете внимание просвещению жителей Тверской области. И вот сейчас работает, насколько я поняла, есть такая выставка передвижная из города в город. Так вот, как вы считаете, какая самая главная задача у таких мероприятий? И какие есть наиболее, с вашей точки зрения, какие-то экспонаты, о которых стоит рассказать? Ну, в первую очередь, эта выставка, естественно, это рассказ о профессии. Это, фактически, выставка истории и профессии. На выставке рассказывается об очень интересных личностях, которые были не только нотариусами, но и видными общественными деятельностями. Это нотариус Черен-Водолей, который был нотариусом города Твери. Также он входил в Центральный комитет партии кадетов и последним был премьер-министром параллельства Колчака. Оставил он довольно-таки значимый след в истории нашей страны. Это нотариус Лебедев. Собственно, с чего и началась эта выставка, что мы познакомились с потомками этого нотариуса. И договорились, обсудили, совместными усилиями сделали, восстановили памятник на месте его захоронения в церкви города Твери. Также отдельно можно сказать о нотариусе Туполеве. Это был отец известного авиаконструктора Туполева. На выставке представлены документы периода царского нотариата, который существовал до 1917 года. Все документы, естественно, мы не сможем предоставить на этой выставке, потому что есть документы еще советского периода, есть документы нынешнего периода. Потому что у нас есть основное наше понятие – это нотариальная тайна. Соответственно, те документы, которые были составлены и в советский период, а лично у меня в архиве хранятся документы с 1947 года, и по настоящий период, они фактически еще в работе. То есть иногда их даже запрашивают из архива, запрашивают их суды. Мы ими пользуемся, в том числе, естественно, завещанием, договорами, которые были сделаны в тот период. И они все еще подпадают под нотариальную тайну. Но на выставке на этой первое, что, на мой взгляд, самое интересное, мы сделали фильм. Фильм, который показывает историю нотариата. Он не слишком большой, 20 минут. Но за этот период можно почерпнуть для себя очень много новой, интересной информации. Работа предшественников, я так понимаю, для вас ценна? Да, как бы мы ни развивались, то есть как бы мы ни стремились, соответственно, перейти к цифровому нотариату, улучшать свою деятельность, мы обязаны, развиваться обязаны. Но мы должны опираться на свои традиции. А как современное общество, какие требования вам он двигает? Современное общество, на мой взгляд, основное требование, это чтобы права граждан, соответственно, интересы юридических лиц, соблюдались на все 100%. И самое главное, чтобы все нотариальные действия, все услуги, которые оказывает нотариат, совершались как можно быстрее, как можно проще и понятнее. Чтобы был принцип единого окна. То есть это должно быть во всем, как в сделках, так и в наследстве. Нотариус должен владеть электронной подписью, должен разбираться в современных цифровых технологиях, обеспечивать доказательства в интернете, то есть на различных площадках, на сайтах, в различных мессенджерах. И это все должен уметь нотариус. Лично сам. Вы президент Нотариальной палаты Тверской области. Чем больше всего любите заниматься? У меня получается работа 50 на 50. 50% это Нотариальная палата, 50% непосредственно работа нотариусом. То есть это две мои работы. То есть в принципе больше заниматься Нотариальной деятельностью ничем не имею права. Но поскольку мы не коммерческая организация, у нас саморегулирование, и мы имеем право выбираться в наши органы. Это президент, соответственно, Палаты, правление Палаты, различные комиссии, которые мы создаем для осуществления своей деятельности. Часть времени, немалая часть, естественно, тратится в том числе и на эту работу. На данный момент в Нотариальной палате Тверской области работает 80 нотариусов. Это много, мало? Это достаточно, потому что их количество определяется законом. Пока не менее с проблемой, то есть что нотариальные действия не могут быть совершены, мы с этим не сталкиваемся. У нас в каждом муниципальном образовании, то есть в каждом районе, в каждом муниципальном округе присутствуют нотариусы. Естественно, там, где более развитые районы, где больше населения, нотариусов больше. Где, соответственно, население меньше, менее экономически развитые районы, он может быть один нотариус, и поверьте, он справляется со всеми своими обязанностями. Более того, ведь так исторически сложилось, что нотариусы, которые работают на территории Тверской области, это нотариусы в основном на данный момент с большим опытом работы. То есть у многих нотариусов более 20 лет стажа работы в Нотариате. Есть нотариусы, которые начинали свою работу еще в 80-х годах и впоследствии в 90-х в ГОСНотариате. То есть они принесли с собой очень много того, что было в том структурированном ГОСНотариате. И, естественно, вот это знание, опыт, они помогают и молодым, и новым поколениям, в том числе, естественно, и мне. Вот чем отличается работа, например, в областном центре у нотариуса и по сравнению с муниципалитетом? Ну, об этом мы с вами поговорим чуть попозже, потому что сейчас будет небольшая пауза. Вернемся в студию через несколько минут. Мы снова в студии программы «Тема дня». С вами Ирина Кузина. Сегодня мой гость – это президент Нотариальной палаты Тверской области Денис Александрович Ефимов. Мы продолжаем наш разговор. Я хотела бы вернуться к тому вопросу, который я задала ранее. Так, все-таки, работа нотариуса в муниципалитете и в областной столице, чем она отличается? Ну, я думаю, что ничем она отличается. Прямо значительно ничем. Надо сказать, что нотариус в областном центре, либо нотариус в районном центре должен выполнять одинаковые функции и знать все свои права, обязанности и совершать нотариальные действия те же, что и областной, что и районный нотариус. Сказать по количеству нотариальных действий, ну, да, чем более, соответственно, развит регион, тем количество нотариальных действий больше. Но там и нотариусов больше. То есть, это все компенсируется. Естественно, если там маленькие населенные пункты, то в основном, и люди, соответственно, меньше развитая экономика, то люди больше обращаются за непосредственно повседневными вопросами. Недвижимость, соответственно, это сделки с недвижимостью, абсолютно любые. Наследование, доверенности, согласия. Но, естественно, каждый нотариус должен выполнять весь спектр, все должны знать, как совершаются все нотариальные действия. И у нас в ТСКО в общем-то так оно и есть. Потому что в любой момент, да, ты год, год ты не делал этих нотариальных действий, как, допустим, в обещании доказательств в интернете. Ну, если возникла необходимость, то есть, любой клиент должен прийти, и эта услуга должна быть оказана обязательно. А инновации, цифровизация дошли до глубинки? Конечно, конечно, однозначно. И мы регулярно проводим обучение, не только рассылая какие-то методические материалы, но и, в первую очередь, через онлайн-обучение, то есть, направляем курсы различные. И в ходе проверок смотрим, обобщаем, то есть, какие нотариусы совершают нотариальные действия. Более того, то есть, нотариальная палата всегда на телефоне, и она может всегда помочь методическими материалами. То есть, мы другу помогаем и не оставим нашего товарища ни в какой сложной ситуации. Мы собрали накануне нашей программы небольшие вопросы, и я постараюсь сейчас вам их задать. Расскажите о сделках, которые удостоверяются двумя и более нотариусами. Такие сделки появились, да. Они начали активно применяться, то есть, удостоверяться нотариусами, начиная с прошлого года, с 2021 года. И вот тут, кстати, вопрос о том, именно где их больше. А больше, как оказалось, в районах. То есть, именно в наших районных центрах люди оказались заинтересованы в совершении такой сделки. Не потому, что они совершали эти сделки между районами Тверской области, когда один клиент находился в Весегонске, а другой в Торопце. Нет, это были межсубъектовые сделки, когда один находится в Московской области, наш клиент находится у нас в Тверской области, либо в Ленинградской области. Сделки какие? Ну, у нас были в основном сделки с недвижимостью, естественно, то есть, купли-продажи недвижимости. А так, в общем-то, это могут быть любые сделки. Любой спектр сделок. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, когда обращаются к нотариусу, как его выбирают? Как выбирают нотариуса? Это, естественно, остается за клиентом. То есть, люди самостоятельно выбирают, кому они хотят обратиться. Приходят, рассказывают, что им нужно сделать то-то, то-то. Это, соответственно, удаленная сделка. И те люди, которые находятся в другом субъекте расхирации, также приходят к любому нотариусу и говорят, что нам нужна такая сделка. Соответственно, с той стороны у нас тоже ждет наших клиентов, другого нотариуса, которым нужна такая сделка. Поэтому выбор остается за самими клиентами. Но при этом сама удаленная сделка требует еще, помимо знаний теоретических, как ее делать, естественно, наличия определенных технических средств. То есть, это планшеты, на которых будут расписываться граждане. Это наличие хорошего канала связи. Это, естественно, все есть у всех нотариусов. Либо это они сами покупают, либо, допустим, у нас частично в палате есть планшеты, которые палата закупила. И в случае необходимости, в случае, если у нотариуса возникает необходимость совершения такой сделки, мы ему просто эти планшеты сможем передать. Так как эти сделки, они всегда готовятся, естественно, заранее. То есть, граждане, решая, что им нужна эта сделка, они приходят к нотариусу на своих субъектах, рассказывают о сути, то есть об условиях. В любом случае, нотариус первым делом должен, соответственно, все проверить. Документы, право собственности. И у него есть время на то, чтобы технически настроить свое оборудование. Скажите, какая категория граждан наиболее сложная в работе? Какой возраст? Наиболее сложная? Интересная. Подход можно найти к любому гражданину. То есть, если есть два человека, они так или иначе, если захотят, они договорятся обо всем. Все, что должно соответствовать, естественно, закону. Поэтому, прям как выделить какую-то сложную категорию, я думаю, нет, такой категории нет. Единственное, что да, есть более юридически грамотные, более подготовленные, там, в силу профессии, в силу, соответственно, своего образования люди. Есть люди, которые имеют другое образование, соответственно, они никак не связаны с претенцией. Но консультация нотариуса, она всегда бесплатна, то есть, в любом месте. И если что-то непонятно, нотариус всегда поможет, разъяснит, как лучше сделать и что лучше сделать в том или иной ситуации. Мы говорили много про жилье, и у меня возник вопрос. Порядок удостоверения сделок с недвижимостью тоже двумя и более нотариусами. Соответственно, если возникает необходимость в такой сделке, а она, наверное, будет возникать все чаще и чаще, так как это удобно. И дополнительные транзакции, соответственно, это только потеря времени и средств. Естественно, если есть возможность, соответственно, лично прийти к нотариусу в разных субъектах и совершить такую сделку, не покидая своего региона, однозначно это будут делать. В Нотариальной палате разработан специальный сервис для этого в рамках единой информационной системы нотариата. С помощью этой системы, то есть, нотариус сможет, каждый нотариус сможет увидеть те документы, которые создаёт и туда загружает другой нотариус. Так называемый паспорт сделки, где будут и документы того лица, который обратился к нотариусу, правоустанавливающей, и те проверки, которые будет выполнять нотариус. И, соответственно, проект той сделки, которым граждане будут защитны и которая будет удостоверяться. Будет видеть и одна сторона, и другая сторона. И всё это сделано именно на наших, на отечественных программном обеспечении. То есть, никакие там скайпы и прочее не нужны. После того, как проект сделки, соответственно, выгружен, то есть, на подписание, на то, чтобы зачитать его, включается видеосвязь, и клиенты, и нотариус видят ту сторону полностью. То есть, при этом мы стараемся так, чтобы это было на разных мониторах. То есть, я как нотариус, соответственно, сижу и работаю, вижу тот комплект документов или паспорт сделки. И отдельный монитор для, соответственно, клиента. Он видит ту сторону. Камера направлена на него. Та сторона видит, соответственно, что он делает, как он подписывает, как он что-то читает. И всё это делает. То есть, полная визуализация процесса. Подписывается сделка эта с помощью простой электронной подписи. Что, на мой взгляд, за этим будущее. То есть, сам процесс подписания, то есть, на планшете, фактически, это сразу оцифровка этой подписи. И специалисты в области информационной безопасности говорят, что, в общем-то, правильно на управление вы идёте, так как доказательственная база вот этой подписи выше, даже чем написанная на бумаге, по крайней мере. То есть, уже там и наклон можно будет, и как человек расписывается. Когда подписывает клиент сделку, это видит, соответственно, и я вижу, нотариус на экране имеется в виду. И на экране видит и другая сторона. Как это, вот, как он врисовывается, там, Иванов, Иван, Иванович, и подпись Иванова, да. Ну, такая интересная вещь. Когда её делаешь в первый раз, ну, я нервничал, да. То есть, как это всё будет выглядеть, как будет работать. Ну, всё делается в том, что в первый раз. Это как бы тестовая. Естественно, делали всё и проверяли видеосвязь. То есть, заходил специалист из Федеральной Нотариусной Палаты, она оказывает там всесторонную помощь в совершении этой сделки. Ну, всегда нервничаешь. А когда увидишь уже человека, когда увидишь нотариуса, передашь ему привет уже, естественно, на экране, то становится как-то приятно за проделанный труд, за выполненную работу. Ну, и, да, дальше процедура, в общем-то, подписания, регистрация и займемся от условий сделки. Там, соответственно, регистрация в Россредство перехода права собственности. Ну, и если есть депонирование денежных средств по сделке, соответственно, нотариус выполняет те условия, которые будут предусмотрены договором по депонированию и дальнейшему передаче денежных средств при регистрации перехода права собственности. Денис Александрович, переходим к следующему вопросу. Какие способы расчеты между сторонами сейчас применяются при удостоверении дистанционных сделок? Любые расчеты. Те расчеты, которые в обычных сделках, те расчеты могут быть и, в общем-то, и дистанционные сделки. Потому что, по факту, это точно такая же сделка, но совершенная с помощью цифровых средств. Вот, и двумя нотариусами. Ограничений каких-либо, то есть по расчетам, здесь нет. То есть, как страна посчитает, что необходимо рассчитаться вот таким-то способом, то есть передать имущество, передать деньги, значит, так оно и будет. Возможно ли депонирование безналичных денежных средств при сделках? Да, возможно. Девозможно, и депонирование денежных средств, на мой взгляд, один из тех удобных способов, которые экономят, в первую очередь, нервы клиентов. Соответственно, нотариус выступает гарантом. То, что, соответственно, переход права состоится, то, что деньги, соответственно, пришли, он видит, что клиент платежеспособен, и в дальнейшем они перейдут продавцу, продавцу имущества. После, соответственно, возникновения обязательств, подписания сделки, как пример, клиент перечисляет на специальный депозитный счет нотариуса денежные средства. Это не то, что прямо депозитный счет именно физического лица человека, нотариуса, да? То есть это специальный счет. То есть если у нотариуса возникают какие-то проблемы, там, в жизни все может быть, да? То есть арест имущества, то есть еще там не стал нотариуса, то эти деньги, соответственно, остаются на этом счете. Они не идут ни на следственную массу, они не идут и в конкурсную массу, если что-то случается даже с самим банком. Поэтому это гарантировано, что эти деньги так или иначе по обязательству дойдут до клиента. После того, как, соответственно, нотариус получил, увидел, что деньги поступили, вот это все возможно также в электронной форме, и подать заявку, и получить, соответственно, информацию об этом, он передает документы на регистрацию. Регистрация перехода правосудственности осуществляется. Причем она осуществляется очень сейчас в короткие периоды, так как цифровизация – это совместный продукт. То есть к этому мы работаем с Росреестром, не надо отдать должное. То есть эта работа, она очень конструктивная, слаженная, особенно то, что касается нашего региона. У нас всегда есть как-то найти другую возможность переговорить фактически по любому вопросу в процессе регистрации. Сроки очень короткие. То есть может быть такое, что, соответственно, вот, ну, где они пришли, все это увидели, и передали документы на регистрацию вечером, а утром пришли и увидели, что уже все зарегистрировано. Зарегистрировано, да. Вот, соответственно, после регистрации, естественно, покупатель увидел, что да, вот он заложил денежные средства, и он увидел, что право собственности зарегистрировано, и он, соответственно, больше спокойно. Также будет спокойно и продавец, что он четко знает, что по течении такого-то времени небольшого деньги придут ему на счет. Какие могут быть предоставлены льготы при совершении нотариальных действий? Нотариат всегда предоставлял большое количество льгот. Это льготы, которые установлены, как и федеральным законодательством. Также нотариальная палата ежегодно, в случае необходимости, это может быть и чаще каких-то, если какие-то возникают ситуации, предоставляет льготы по уплате услуг правового технического характера. На 2020 год было предоставлено льгот на общую сумму только на Тависовом Тверской области в районе 18, соответственно, миллионов рублей. Было совершено 19 тысяч нотариальных действий с применением льготного тарифа. На 2020 год там произошло увеличение количества нотариальных действий, предоставленных по льготному тарифу. Причем увеличение существенно на 27% в районе 26 тысяч нотариальных действий. Если говорить про 2021 год, мы ожидаем еще увеличение и количества нотариальных действий, и тех сумм, которые в итоге по отчетам получатся при освобождении. Так как с марта месяца, а фактически с февраля месяца, нами было принято решение об увеличении количества тех льгот, которые мы предоставляем. А что касается льгот для переселенцев с Украины, они есть? Да, вот как раз я сейчас на этом начал говорить. Они есть, мы их непосредственно приняли на общем собрании. В марте месяце. Это идет, в общем-то, по всей России. В конце февраля, соответственно, нам федеральная нотариальная палата скинула предложение по данному вопросу. В нотариальной палате все изменения, то, что касается тарифов, льгот, применяются на общем собрании. Естественно, мы как можно в короткий промежуток времени собрали наше общее собрание и установили эти льготы. Там довольно-таки большой перечень нотариальных действий, при которых мы освобождаем граждан Донецкой, Луганской республики и Украины. В первую очередь, это, естественно, свидетельствование верности копии, полность подписи переводчика, просто полность подписи на документах, завещание, доверие, то есть односторонние сделки. Этот процесс уже пошел. На данный момент уже 230 человек получили эти льготы при совершении нотариальных действий. Мы отслеживаем это каждую неделю. То есть у нас есть график, письмо разослали, по которому нотариусу, соответственно, отчитывается, сколько они предоставили льгот и по каким нотариальным действиям, в связи с их количеством. Чаще всего, и это, в принципе, предполагалось, что так и будет, это свидетельствование верности копии, выписки из документа и полность подписи переводчика. Почему людям надо, соответственно, легализовываться на территории Тверской области, обращаться в органы власти, обращаться в... Детей устраивать в детские садики кто-то, потому что гражданство, соответственно, будет оформлять. А документы у них в основном, то есть, есть на иностранном языке. Да, понятно, что более-менее там все понятно. И у нас есть даже нотариусы, которые могут сами перевести с украинского языка на русский. И, в принципе, это тоже как нотариальное действие, что нотариус сам переводит, не переводчика, а сам переводит. Но наши переводчики в городе Твери пошли нам навстречу и выделили человека, который нам помогает непосредственно именно с переселенцами, чтобы это на них не легло дополнительным бременем. Почему считается, что нотариусы – это юристы свободной профессии? Ну, это считается, что нотариусы, конечно, юристы свободной профессии. Но, тем не менее, мы действуем строго в соответствии с законом. Более того, то есть, нотариат – это все равно системный орган, управляемый орган. Есть нотариальная палата, соответственно, регион, и она может быть только одна. То есть, другой быть не может. Есть федеральная нотариальная палата. Соответственно, есть те документы, те нормативные проекты, на основании которых мы работаем. Именно осуществляем свою деятельность. Поэтому сказать, что это полностью свободный от всего – нет. То есть, у нас есть правила нотариального делопроизводства, по которым мы, соответственно, ведем свои дела номенклатурные, ведем свои реестры. А главное количество приказов в Министерстве юстиции, по которым ведут, соответственно, наше дело производства. Регламент совершения нотариального действия. То есть, если, действительно, юрист, который в свободной профессии, да, у него регламента нет. У нас есть этот регламент, по которому мы обязаны, соответственно, совершать свои нотариальные действия. И там предусмотрен порядок. То есть, что нотариус должен сделать при совершении нотариального действия. Есть кодекс профэтики. Да, эти все документы, они принимались в последние годы, естественно. То есть, если говорить про 2000-е годы, 90-е годы, когда был именно переустановление внебюджетного нотариата, частного нотариата, этих документов не было. Но был переход из государственного нотариата, а он у нас фактически правил свое существование в 2005 году на территории Тверской области к внебюджетному частному нотариату. Соответственно, это потребовало закрепления, как должен нотариус работать. И появились эти документы, в том числе, предусматривающие, соответственно, и ответственность, и нормы поведения, этические нормы поведения нотариуса. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо. Всего доброго. И до новых встреч. Спасибо. Это была программа «Тема дня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова